Всем привет, друзья! Это канал Морган Геймс. Мы с вами продолжаем Ведьмак 3 Крови Винов и находимся сейчас в обители Региса, нашего другана, нашего верного каррифана, который посиделся на склепе в кладбище Мерла 6. Он так сестре устроил неплохую такую кровать, он вечно, смотри, перемещается какой-то пылью, так типа вампиры перемещаются. Регис, а ну встань, блин, на месте! О, как у тебя с микстурой? Получше, чем у тебя с отваром Викта или его слюнными железами, как я не видел. Да ладно меня подъебывать, слышь. Он себе постоянно, видимо, микстуру регенерации готовит, чтобы там что-то он не рассказывал об этом, что он же типа восстанавливается еще после того, как его убили. С помощью Деттлафа он восстановился, вот, и поэтому хочет, чтобы мы Деттлафа особо там не щемили, не трогали, не прессовали сильно, но уже посмотрим, как Деттлаф себя покажет. Жизнь и описание вампира Региса составленное Лютиком. Давайте почитаем. Одним из наиболее необычных существ, которые мне встречались во время моих многочисленных приключений вместе с Ведьмаком, был вампир Регис. Точнее, Эмиэль Регис Рагелек Терзиев Готфрой. Как он сам утверждал, ему было 4428 лет, и он был потомком несчастных существ, заточенных в нашем мире со времени сопряжения сфер. Ты наверняка думаешь, дорогой читатель, о катаканах или альпах, и размышляешь, каким же образом Ведьмак, как не крути убийца-чудовищ, мог сдружиться с кем-то подобным. Здесь необходимо пояснить, что Регис был высшим вампиром, который физически неотличимы от человека. Они также гораздо могущественнее своих диких собратьев, а их способности к регенерации превышают все возможные пределы. Но вовсе ни внешний вид и ни сверхчеловеческая сила были причиной того, что Регис стал всем нам близким другом. Разумеется, в своих рассуждениях на самые разные темы он иногда говорил покровительственным тоном и бывал немного надут. Но напрасно было бы искать в нем гордыню высшего существа. Регис высоко ценил человеческую жизнь и не убивал, если только не был вынужден это сделать. Как сам он некогда признался, высшие вампиры не обязаны пить людскую кровь, чтобы выжить. Они относятся к ней так же, как мы к алкоголю. Некоторые представления о его характере могут дать тебе, дорогой читатель, тот факт, что Регис много лет был трезвенником. Он так и не открыл нам, почему решился присоединиться к поискам Цири. Прежде он никогда ее не встречал. Встречи с ней он так же не дождался. Регис погиб в замке Стига в поединке с сумасшедшим чародеем Вигельфорцем, который затеял всю эту интригу. Погиб за дело, которого до конца не понимал, но сделал все, чтобы защитить близких и просто потому, что так было нужно. Я всегда буду помнить его в образе пахнущего травами медика. Таким он явился нам во время первой нашей встречи в Некрополе в Фэнккарн, где он угощал меня и моих товарищей отменной наливкой из Мандрагоры. Где бы ты сейчас ни был друг, твое здоровье. Да он тут уже живой и здоровый, чувак. Приезжай в Тусен, будем вместе бухать. Стре он, видимо, он стре. Всякие плакаты там человека изучают. Мышцы, все дела, короче. Плечевые суставы, коленные чашечки. Он хирургом подрабатывает здесь. Аркадий Боровик. Дожил до глубокой старости. Жил так долго, что умер со скуки. Всем бы так, слышь. Жить так долго, чтобы со скуки умирать. Давайте слишком долго тут тратить время не будем. И просто пойдем искать... Регис, не пугай. Пойдем искать нашего пятнистого Вихта. По дороге к нему... Что-то он, видимо, долго слишком и много пил тут наливку из Мандрагоры. Он, блин, нарыгана везде. Понятно, кто в прошлой серии там было видно на могиле. Рыготина такая засохшая. Понятно, кто тут на кладбище вещь напьет и обблевывает все. По дороге мы сперва еще заглянем по делу профессора Моро. Посмотрим, что там можно найти. Где его всякие эти документы о ведьмачьих мутациях. Поэтому давайте-ка переключимся на задание перемена. Подожди, а я, видимо, не туда пришел. Тут нижний уровень был. И вот тут мы спускались. Как-то так. Вот сюда. Сейчас тогда давайте переключусь на задание профессора Моро. У нас как раз раннее утро. Можно спокойно выбираться в дорогу. Вот так. Где оно у нас? Сейчас я его найду. Перемена. Вот оно. И оно находится где-то в районе... Да вот. Реки. Сперва поскачем до этого места. Посмотрим, что у нас там за знак вопроса. Может, какая тут ценность по дороге попадется. Мало ли что. А может, бандиты кого-нибудь пытаются убить. И там ждут нашей помощи. Опа. А тут кто похоронен? Мартина Липинская. Инженер и любительница мопсов. Решала самые сложные технические проблемы княжества. С изяществом истинной балериной. Ну, а видимо, мопс потом ей паяльник в жопу засунул и квартиру вынес. А паяльник вынуть забыл. И вот она и умерла от этого. Так. Что тут у нас? Речка бежит. Мостик. А знак вопроса где-то здесь находится. Прям какие-то такие, знаешь, топи. Что-то похожее на топи. Жабы где-то квакают. Что у нас там? Алло. Кто? Кто? Твою мать, кто? Архиспоры что ли снова? Или не понял? Сохранись. Нельзя. Архиспоры, смотри. Вон, видишь. Опять там слизи свои плюют. А что вас тут так много? Алло. Бляха-муха. Тут гнездо. Тут прям гнездо. Ты зацени сколько их тут. Тихо-тихо-тихо. На, на. Да убей ее. Ах ты. Ничего себе ты, сотри. Что вытворяют? Квен. Рож. Пей. Пей ласточку. Тихо-тихо-тихо. Надо масло против проклятых наносить. Срочно. Ты посмотри. Они уже чуть достреливают до меня. Уже сейчас. Сейчас я только-только сейчас. Нажму на эскейпе. Они что-то попадут. Тихо. А, да блин. Нажми. Отожми. А, видишь? Видишь, что делают? Ублюдки. А он их не сдобляет. Разрастается здесь. Сука. Сейчас подрываемся. А, собака. Как я еще успел-то? Как я успел-то? Ты видал, как я успел откатиться? Отвали. Сволочи. Вот сволочи. Архиспорт. Да вот твою мать. На, на, на. Рубей. Сука. Вот это собаки. Ну, это, конечно, эпично. Но что-то их тут слишком много в этой игре. Блин, Архиспорт. Смотри, как они передвигаются. Тихо. Да не надо эти коконы рубать. Зачем? Если там Архиспорт урубай, и все будет чики-пики. Одну, походу, убил. Нет? Я не знаю. Я, блядь, не вижу, где они. Тут коконов куча. Ты видал, сколько их здесь? Где самое главное? Вот самое главное. Давай, бей ее. Бей, Геральт. Хорош. Убил. Еще одна была. Вот там. Стои. Куда ты, блядь, свалила? Вот она. Сюда иди. Поговорим с тобой по душам. О, хорош. Кока не трожь. Фу. Фу-ху-ху. Фу-ху-ху-ху-ху. Давай, взрывай скорее, пока новые не проросли. Давай, все это место, иначе архи споры снова прорастут. Конечно, прорастут. Вали, Геральт. Взрывай, вали. Все. Хавай вареник. Фух, жесть. Вот это просто жесть. Вот это вызов. Вот это растение. Вот это соперники. Я вам так скажу. А прикольно с ними сражаться. С ними тяжело сражаться. Ну, блин, прикольно. Я уже скучаю за старыми добрыми, там, полуденицами, полуночницами всякими, которые мы встречали в окрестностях Новиграда, в селах, Велина. А тут всего этого уже нет. Тут, блядь, архи споры, мать твою. Так, этих мы, короче, убили. Хорошо. А тут такая, смотри, пустынная какая-то местность. Как будто даже вымершая, я тебе скажу. Никто не ходит здесь. Перемена. Стой. Где-то тут, под водой, находится эта фигня. Затонувшая. Вход. Там пещера. А кто плавает здесь под водой, слышь? Ох, ни хера себе. Утопис плавает. А у тебя арбалет, Геральт, есть? А ну на. Где он, этот утопис? Вот он. Давай лево. Да, туалет, ясно, паскуда. Рож. Давай, наверное, мы... Никогда этого не делали или делали, но редко. Выжрем сейчас эликсир косатка. Чтобы нам дольше дыхание задерживать. Он там у на лених ходит и утопит. Чистое золото. В смысле, какое чистое золото? Где, о чем ты? Я тоже хочу золото. Так, пей косатку. Или подожди, или у нас такого эликсира нет. А вот это вот, походу, оно. Да, оно. Пей. Рож. Ну что, заныривай и пошли искать. Прям затонувший. Какая-то, блядь, затонувшая руина, а то ли хер его знает. Эльфийский храм какой-то. Да, тут было все эльфийское. Смотри, а там что? Там скелет сидит какой-то. С сундуком. Флорены. Прах, флорены. Эээ. Так, это роголисник. Хорош. Так, пошли вот в ход. Гераль, да плыви ты быстрее. Ты можешь быстрее плыть? Ленивая ты задница. Сейчас косатка закончится, и что-то потом задохнешься. Захлебнешься и умрешь. Ух ты, нифига себе, смотри. Тут на дне что находится. Столько хлама всякого, смотри. Барахла. Краски желтые, растворители красок. Тихо. А кстати, можно покрасить доспехи попытаться. Только краситься походу доспехи только ведьмачьи, мне кажется. Тут нам даже подсказывали, что походу так и есть. Надо будет как будем дома попытаться покрасить. Че тут такое? Закрыто нужен ключ. А где ключ найти? Где я вам его найду? Выныривай скорее, уже косатка заканчивается у тебя. Все. Аккуратно. И что дальше? Как тут? Куда тут? А вот там он что-то есть. Слушай, как я занырнул-то? А там утопис походу плавает. Докапожи, а ключ-то где? У этого чмаря? Золотое кольцо. Хер бы его бы знал. А вот ты кто такой? А как ключа-то нет? Я же... Стоп. Нам подсказывают, что нам надо... Вообще вернуться. Тут не пройдешь. Нам надо вернуться, короче, вот куда-то сюда. Опять выплыть? Что такое? Дом, милый дом. Отслеживать задание. А, там что-то у нас появилось, видимо. Ладно, сейчас не важно пока. Давайте... Утопец, ты заебал. Ты пошел от меня! Нехер меня тут кусать! Так. Хорошо, так а почему... Вот, вход-то я нашел. Так а тут что? А-а-а! Тут портал, ты гляди! Тут, мать твою, портал. Ненавижу порталы. А-а-а! И? Ни хрена себе. Аж борода, смотри, отросла. Сколько я в портале пробыл? Я нашел в гробнице нечто, что активировало входной портал. Интересно, какие еще сюрпризы готовят это место. Так, после портала я вам скажу, голова так болит. Надо хряпнуть немножко, чтобы не так болело. Даже Эрвелюсом завраться так нормально завраться. Еще и пивом сверху запить, чтобы... О, теперь мне голову как это... Как топором сняло. А вы сохранились? Нет? Давайте запишемся. В корвобьянка стало больше стоек для оружия. А, ну даже стрепишут, что у нас произошло. Я рад. Но там еще все не починили мне. Все еще мне там не сделали. Там еще что-то я конюшню, походу, ожидаю. И кровать должны завести. Обыскать руины. Ну пошли. В пьяном состоянии будем по руинам шляться сейчас. А в пьяном состоянии самое лучшее шляться по руинам. Тут тебе все посрать. Тут ты, блин... Увидишь врага, выимешь меч и сразу убьешь. А трезвый ты еще будешь думать, а как тут... Хоть бы тут никого не было. А пьяный ты просто идешь и тебе все равно. Кого-то видишь? А вы сюда, блядь. Ты что тут уходишь, блядь? Мои руины вы. Все, меч достал, убил. Потому давайте, наверное, еще раз хряпнем. А что нам? Блин, кого нам стесняться? Кого нам бояться? Я Геральт из Ривии. У меня пойло... Как не знаю, как у... Как у начальника, блядь, стад таверен трактиров. У трактирного, блядь, магната. И то, столько пойла нет, как у меня. Что случилось? Стоек больше для брони стало. Ну хорошо, я рад. Потом проверю. Сука! Яйцо проколола левая. Так, надо запиться, чтобы регенерировало яйцо. Иначе не регенерирует. Эрвелус, давай, восстанови мне. А как тогда пробраться? А тут чего? Может нам вниз сразу, да? Сигануть. Я не вижу ни пизды, блин. Эрвелуса хряпнул. Оранжевая краска. Ну и хрен с ним. Пойду по пикам. Мне, блядь, чё? Главное, чтобы там не хуи были. Пики точенные лучше, чем хуи надроченные. Так, всё, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошло всё нахер. Я по пикам иду. Забери, забери. Всё. Рожь. Ух ты, бляха, муха. Ничего себе. Я проскочил, я проскочил. Ещё не проскочил. Тихо. Да уже должен проскочить был. А там вон сундук какой-то есть. Тихонько. Ах ты, сука. Как тут... Как пробраться-то, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ай, блядь. Чуть не убился. Нормально. Живём. Смотри, он, блядь, красный весь. Аккуратно. Всё, погнал. Да погнал идти, ху мать. Фу, а ты смотри, как на волосок прям был. Сохранись. Хавай вареник, иди дальше. Вот это жесть. Давай еще виноград захавай. Тусенский. Фирменный. Экзотический. Так. Что тут дальше, надеюсь, пик больше не будет? Что тут такое, а? О, сейчас арена для битвы. Пантер. Коты. На тебе, сука. Давай, мяуканьи. На. Да скотина. Надо, короче, знаешь, что сделать? Надо им, наверное... Сейчас я тебе сделаю. Бляха, ты что, дай знак поставлю. Это не быстрые, шустрые. Подкатывай сюда давай теперь. Хорош. Замедляйся, котик. Хорош. Мяу-мяу. Да-да, я знаю. На. На, по жопе. Хорош. Красава. Геральт. Молодец. Вот так. И вот так. Кого? Иди сюда, кот. Вот так вот. Все. Это призраки. Смотри. Призрачные пантеры. Ты видал таких? Я вот только что увидал и офигел. Так. С постаментов как сошли-то сразу. Что там дальше у нас? Мороз, что ты мне тут приготовил? Какие еще сюрпризы меня ожидают? Пики, потом коты. Сейчас статуя эта еще на меня наебнется. Нет, надеюсь? А там вот что-то внизу есть. О! А как теперь наверх? Э! Э! Геральт, блять! Куда это я упал? Ты что, прикололся? Слышь! А как вернуться-то? Я за сундуком, блин, как обычно, протянулся, слышь. Стой. Подожди. Я ничего не понимаю сейчас. Где я? Где? Куда я попал? Блять, я чуть нихера не понимаю. А как я там вышел? Я, короче, не знаю, как я там вышел. Но я вышел как-то. Не заметил даже, как вышел. Ладно. Так бывает иногда. О! Это мне надо. Это я заберу. Че? А, Нострикс. Даже тут растет, смотри, какой неприхотливый. Всякие слитки, мечи, которые я продам потом для заработка. Эй, Геральт, ты что, на ногах стоять не можешь? Столько ты вжрал? А, ну да, он же много выпил. Я аж наливал, а он пил. Он мне отказать никогда не может, когда я наливаю. Так, оттуда я же пришел, по-моему. Нет. По-моему, да. А может, нет. Че там происходит? О! Дневник профессора Моро! И что? С тех пор, как неподалеку от лаборатории стали крутиться какие-то подозрительные типы, я был вынужден усилить меры безопасности. Подозреваю, что это обыкновенные бандиты, которые ищут легкого заработка и которых, скорее всего, не интересуют мои исследования. Но кто предупрежден, тот всегда вооружен. Фрагмент неразборчив. Кроме того, по совету знакомого инженера, я решил прибегнуть к простым механическим средствам. В одном из залов на пути в лабораторию я разместил на значительной высоте четыре выступающих камня, которые, если их нажать, замедляют действия охранного механизма и открывают дверь. Для меня это пустяк, поскольку требует лишь простого заклинания. А для обычного грабителя это могут быть трудной задачей по двум причинам. Во-первых, камни надо еще разглядеть и понять, зачем они нужны. Во-вторых, найти способ, как их нажать. Фрагмент неразборчив. Так, хорошо. Камни какие-то надо нажимать. Подожди. Дальше это что? Это что, арбалет? Арбалет. Обычный предмет. Да забери его, Геральт. Будет твой. Ох, нифига себе. А может он сам уже тут все камни понажимал? Нет? До меня? Пантера, ты и это, не живешь? Да, скотина, ты задрала меня, пантер. А-а-а! А-а-а! Вай! Наноси удар! Не любишь серебра? Не любишь серебра? А я вот люблю тебя серебром пожопить схлестать. Многовато тут охранной системы. Что тут прям такое ценное прячут? Глаз на них олены не работает? Ну ладно. Тихо, тут что-то было. По-моему. Взять! О, бирюзовая краска доспехов. Хорош. Так. Нифига себе. Как я туда по канату, что ли, спускаться? Вы что, серьезно предлагаете мне так по веревке херачиться? Скелет. Дожил до своих лет. Да ну ядрит твою, как я туда пойду-то? Так, погодь. А че это за херня? Ха-ха! Ха-ха! Иблысь! Какой я грамотный! Подожди, че я сделал? А че я сделал? Это все, конечно, хорошо. И? Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Что б тебе не помешало бы, Геральт? Как туда попасть? Осмотреть. Цепляйся, давай, Assassin's Creed. Ёб твою мать. А здесь что? Тут камни вообще какие-нибудь есть? По которым можно стрелять? Кроме вот того, который я уже стрельнул. Ну вот же, я стрельнул по нему раз. Все, он нажатый как бы. Как тут, блин, пройти-то, а? А вон еще один есть, смотри. Тут что-то отодвигается какая-то хиза лупа, смотри. Еще надо две такие штуки отодвинуть. А где еще два камня тогда? А вон один вижу, смотри. Рожь. Смотри. И вон, по-моему, нет? О! Вот это, хе-хе-хе, умный. Получилось. Я вообще охуенный. Пошли. Эээ, кто тут у нас? Предупреждаю сразу, у меня есть арбалет. Что там за статуя опять? Хм, интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Ну давай осматриваться. Найти способ пройти дальше. Да ну нахер, сейчас эти горгуль, я живу. Я так и знал! Непроженный гость. Непроженный гость. Нерадый, я ебать хотел вас всех. Буха. Нерады они мне. Мне посрать как-то, рады мне или нерады мне. И вам тоже нерады. Хули тут стоите? Я хотел просто пойти, осмотреться, найти все записи профессора Моро, найти мутации все, которые я обещал. А они мне тут нерады. Нерады, так он валяйся нерады. Полежи лучше, тебе будет полезно. Они мне нерады. Нет, твое мнение, ой как интересует. Лапа, горгуль. Ага. Смотри, я положил лапу. Теперь ищем порталы. Да еще и столько много. Твою мать. А смотри, там наверху порталы есть. Что делать тут вообще? Как тут пройти? Давай, короче, так идти. Давай сначала, наверное, налево пойдем. Вот так. Куда я вышел? Хорошо, поищем следующий проход. Ага, надо, наверное, чем дальше, тем выше подняться как-то. Пошли теперь направо. Отсюда пошли направо, все. Я уверен. Ахуй там. Зараза, я вернулся к началу. Что ты дебил, Геральт? Так. Где рука этой горгульи? Подожди. Вот. Лево. Лево. Сейчас пойдем прямо. Потому что второй раз налево нас не отправят по-любому. Мы пошли в тот раз направо. Сейчас пойдем прямо. Вот так вот. Прям прямиком. Ээээ! Все, поищем следующий проход. Какой проход? Задний проход свой поищи. Так, тихо. Попытаем счастье сюда. А прямо нельзя пойти никак. Ладно, пошли налево опять. Да, в смысле? Зараза, я вернулся к началу. Так получается тогда, получается, может даже налево идти не надо было. Пошли прямо, хорошо. Пошли вот так. Где она нас выкинет? Твою мать. Да еб твою мать. Может, есть какие-то подсказки? Да нихуя тут нет, Геральт. Какие подсказки? Хуяцки. Залупаски, блин, есть. Давай, наверное, вот сюда. Единственный просто путь, куда я, блядь, не знаю больше... Тот, твою пизду, блядь, Йордж. Вернулся в начало. Я тут не вижу, куда ты вернулся, Геральт. О, арены флорены, хорош. Давай пошли туда. Еще раз налево. Ну, потому что я реально не знаю, как, куда тут, как. Хорошо. Этот путь единственный портал налево, который ведет нас наверх. Но дальше, как попасть, например, туда, вот туда, вот прямой портал туда? Как, блядь, туда попасть? Кто мне объяснит? Повещем следующий проход. Так ищи! Ищи! Почему ты его не ищешь? А он тихо. А, понятно. А как же попасть-то туда? Да. Вашу же мамку. Может, можно как-то ардом развалить? Херос два. А как-то перепрыгнуть это все, нет? Подсказки, блядь. Если бы тут подсказки были, я бы уже давно прошел. А ну, подожди. А, сейчас упаду! А как же реально... А как же реально... Сука! А-а-а! Ну! Геральт, твою мать! Так смотри, можно было вот сюда... С первого этажа на второй сразу перебраться. И вот. Вот! Вот! Хорошо, повещем следующий проход. Вот, нах! Вот и портал. А теперь, смотри, остается только один, нет? Вот один, а там что, ничего нету? Давай дальний. Это один, а еще больше нету? Хер его знает. Короче, давай вот этот, средний. Да пошли вы в срапу! Я вернулся к началу. Заебали у меня еще порталы ваши. А где? А где этот, блин, проход наверх был? Хер его знает. Подожди. Я уже тут запутался, серьезно. Так, опять налево, ладно. Налево. Вот тут всегда надо идти налево. Хорошо, это я уже выучил. Да в смысле? А-а-а! Отсюда! От руки нет скатулки ебаной. Блин, от руки. От руки надо было, понял? От руки. Так, подо... Хорошо, поищем следующий проход. Подожди! Подожди! Так это совсем другое, что ли, тут? Или нет? Это другая комната! Это первый этаж! Это не горгулин этаж! Это что-то вообще другое! Ладно, хорошо. Пошли сюда. Я вернулся к началу. Хорошо, опять, блядь, я заебался, серьезно. Я не знаю, как... Какой портал тут можно идти, чтобы, блин, прийти просто к нужному мне. К ходу я уже, блядь, не знаю. Куда я там шел? Сюда шел? Нет? Подожди, давай! От люстры... Какой устры, блядь, сюда иди. Шука, блядь! Геральт! В сторону нужного портала? В сторону нужного портала! Подожди, статуи... А, статуи смотрят в одном направлении. В сторону нужного портала. Ха-ха-ха! Заебись! Так подожди, они в нужный портал... Вот туда смотрят. Да какой все! Эта статуя смотрит не туда, не в то направление. Геральт, что ты мне чешешь? А, вот это... А, вот это статуя! Подожди! Она мне даже пальцем показывает туда, пиздуй! Ну? Хорошо, поищем... Хорошо, поищем... Хорошо, поищем следующий портал. Только ищи лучше, чем сейчас. А вот это показывает, смотри, сюда, пиздуй. А ну? Зараза, я... Да не, статуи брешут мне! Куда это мне показывают? Ну, хорошо. Это мне правильно показывают. Ладно, это я верю. А-а-а! Эта статуя имеет в виду не нижний портал, а верхний. И мы же тогда правильно досмотрели. Мы же тогда туда же переместились и пошли куда-то, блин, в новую локацию переместились. Вот, смотри. Хорошо, поищем следующий проход. А та статуя, она вниз спустится, мне кажется, к ней. Она вам показывает туда куда-то, иди. Так вниз сперва надо как-то спрыгнуть. Вопрос, как это сделать. Вот. Вот так. Он она даже в самый низ показывает, в самую жопу. Блин, Геральт. А вот тут. Вот так. Смы. Ты чё, блядь? А она же туда показывает, нет? Или куда? Или туда она показывает. Я ебу вообще. Куда она показывает? Ну, давай! Всё! Отстаньте! А-а-а! Ладно, я пошёл сюда. Ладно, окей. Ладно, всё. Я иду сюда. Дальше. Туда. Иди туда, блядь. Пошла вообще нахуй. Да поищем. Ты хорошо, ты ищешь, блядь. Поищем, он говорит. Говорить, Геральт, можно что угодно. Поищем, блядь. Хорошо, ты. Искатель просто от бога. Шерлок Холмс. Хорошо, ищи, только не трэнди. Когда ты трэндишь, ты ничего не ищешь. Понимаешь? Я тебе уже просто не верю. Ну вот, ну какой портал может быть, если этот закрыт? Как я туда пройду, если он закрыт? Ну как? Вот я не могу туда пройти никак. Может, этот верхний вот этот? Тот не подошёл. Хорошо. Ладно, я понял. А чё статуя? Тут статуя никак не показывает. Тут статуя чё-то какую-то херню держит. А пантера смотрит. А пантера смотрит туда наверх. Ну вот этот тогда портал. Больше у меня вариантов нет. Да вы заеба... Как он? Я не знаю больше, какой портал вам надо. Вы чё, ёбнутые все? Сука, чё такое? Чё делать? Чё делать? Хорошо. А вот тут хоть я не ошибаюсь уже. Тут я хоть знаю. Я, блин, души не грибу. Вот это серия. Это, мать его, поиски. Так. Это уже просто... Да хорошо, Геральт, успокойся. Ищи. Нормально, ищи. Так. Перепрыг. Может, слышь, может, вот этот? А вот и лаборатория Моро. Вот! Наконец-то, блин! А вы сомневались, что я найду? А я нашёл. Хотя я сомневался. Хе-хе, ладно. Так, лаборатория Моро. Чё можно спиздить с лабораторией Моро? Эй! Ну чё ты, видишь, съезжаешь? Тут чё, ступеньки недавно уборщица побыла или что? Тихо. Пергаменты всякие, конечно же, у него будут. Конечно же, а ты думал. Это Моро, это, блин, алхимик. Сапоги, растритель краски. Хорош. И что ты тут ныкал, Моро? Чё себе, у него люди какие-то в колвах. Надо думать, этот человек был здесь не по своей боли. Да, конечно, блин, засунулись от Рео. Кто бы на такое согласился бы? Я, например, бы ни разу на такое согласие бы не дал. Да никто из вас, думаю, тоже. Кристалл мегаскопа. Это, видимо, чтобы куда-то переместиться, наверное, да? Кристаллы. Их надо поместить в мегаскоп. Двух кристаллов не хватает. Ну, один-то я нашёл. Подожди, пока ничего не помещай. Сейчас надо ещё один найти. Где второй? Мутаген зелёный. Скалопендроморф. Единственное от Рада изгнания. Что? Великую цену пришлось заплатить мне за мою провинность. Моя ссылка в отдаление от чудесных пустын и степей Афира в этот гадостный зелёный край, где все запахи и вкусы столь интенсивны, что аж тошнит, наполняют меня печалью и скорбью. Единственной от Рады стала для меня маленькая колония скалопендров, или более научно говоря, скалопендроморфов, прозванных здесь многоножками и живущих неподалёку от моей хаты. Эти чудесные создания, чей вид напоминает мне о доме, выбрались своей резиденцией эту территорию, скорее всего, из-за близости шарлеев, кал которых служат пропитанием для мелких зверей, которых в свою очередь едят скалопендроморфы. Иногда я подбираюсь к ним, когда они кормятся и любуюсь на их рючковатые конечности, привлекательные мандибулы, столь могучие, что они кажутся железными, и блестящие хитиновые панцири, в которые можно осмотреться почти как в зеркало. Ни хрена себе ты, блин. Гигантский скалопендроморф. Новая статья в бестиарии. Охренеть. Это же тоже создание инсектоиды из этого первого ведьмака. Ух ты, глянь. Охренеть. Масло против инсектоида Вирден. Среди чарующей флоры и фауны княжества Тусент порой попадаются весьма неприятные экземпляры, как, например, гигантские скалопендроморфы. Они не только омерзительны на вид, но и довольно опасны. Я решительно не рекомендую с ними встречаться. В путешествии в Тусент один из многих путеводителей Петрена Сафле. Гигантские скалопендроморфы – это огромные насекомоподобные чудовища, живущие в самых различных местах нашего мира, но особенно часто встречающиеся в Тусентских землях и особенно подземельях. Да, еще в деревне Темноводье, возле Вызимы. Часто они живут в тесном сообществе с шарлеями, поскольку между ними возникла некая чудовищная гармония. Гигантские скалопендроморфы питаются мелкими тварями, поедающими помет шарлея. Почти все тело скалопендроморфа покрыто твердым хитиновым панцирем. Из-под него выглядывают ряды кривых конечностей. Скалопендроморфы умеют взрываться в землю с удивительной быстротой и вылезать из-под земли в другом месте. Заметив добычу, они начинают кружить вокруг нее, пытаясь подойти достаточно близко и нанести удар. Их главное оружие – мощные челюсти, а кроме того, они плюются с кислотой. Самое сложное в бою с гигантским скалопендроморфом – его толстый панцирь, устойчивый не только к оружию, но и к магии, например, к простым заклинаниям и ведьмачьим знаком. В рукопашном бою он парирует удары и быстро переходит к контратаку. Лучше всего поймать его в ловушку знака Ирден, что лежит его броневой защиты и возможности зарваться в землю. Опа! А это вот полезное знание для меня. Да, я помню еще по темноводью скалопендроморфы были очень опасными тварями. Прям очень, прям настолько, что прям капец. И каждый раз, как и они приближались, так земля еще так тряслась прям вообще. Так, еще один кристальчик, хорош, взяли. А тут машина, что с ней делать-то? А что с ней делать? Запускать. Она, интересно, работающая, нет? Синий мутаген. Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Это все, конечно, интересно, но... Что мне нужно тут вообще найти? Что там, блин, за гропоты постоянные, слышишь? Ощущение, что я тут не один. Еще и про скалопендроморфов мне понаписывали. Может, тут вообще? Тихо. Ага, не, пока рано. Надо разместить все кристаллы в мегаскопе, а потом туда уже пойдем. Рецепты трансмутаций. Шкаф какой-то, смотри. Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Ведьмачьи мутации. Введение в исследование. Прежде чем рассуждать о ведьмачьих мутациях, и тем более при их исследовании, необходимо уяснить, что биохимия и физиология этих особей весьма специфична. Изменения, которые происходят в их организме во время так называемого испытания травами, и которые считаются необратимыми, приводят к тому, что ведьмаки становятся бесплодными. Кроме того, они отличаются нечеловеческой силой и обостренными чувствами, при этом уничтожаются всякие человеческие эмоции и рефлексы. Хотя данные относительно испытания травмами и других испытаний, которым подвергаются молодые адепты ведьмачьих школ, всегда сохранялись в строгом секрете ведьмачьими наставниками и чародеями, Людовик Целестин из Бонарда со всей уверенностью ручается, что база ведьмачьих мутагенов была составлена на основе белков седых скалопендроморфов, называемых обычно белыми вдовами. Однако же результаты из тех исследований, которые могли бы подтвердить это утверждение, утеряны и троеточие. Ни фига себе, все эти ингредиенты, типа, из которых делают мутагены для ведьмаков, что и скалопендроморфов составляют. Вообще капец какой-то. Куда это я пошел? Мне как бы сюда надо, нет? Скалопендроморф! Я так и знаю... Седой! Седой, мать его, скалопендроморф! Белая вдова! Обосраться! А я белый волк! Белая вдова! Тихо, спокойно! Мы же белые с тобой вдвоем! Мы же должны объединяться-то! Ух ты, жесть! Вот ты какая... Ебуху! У-у-у-у! Геральт, тут надо валить! Я тебе не отвечаю! Тут просто надо... Леха! Ты! Под... Она сюда хоть не доходит, нет? Фей! Пей, пей, пей! Бараник, хавай! Ты видал? Кого мы тут нашли? Вот это жесть! Пошли, пошли, пошли! Надо масло против инсектоидов срочно нанести! И Ирден поставить, чтобы она в землю, падла, не зарывалась! Вот это вот, походу, масло, да, оно! Ирден сейчас, короче, активируем быстренько! Подожди, пока Квен! Ставь себе Квен! Теперь Ирден! И сейчас все будет как положено! Ну тихо! Скажи, что умеешь! Скажи, что умеешь, белая вдова! Куда ты пошла? Сюда и... Собака! О, хорош! На-ка, на-ка! На-ка, на-ка! 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 Во! Вот это теперь смотри! Их тут две! Две, мать его! Где она? Сюда иди здесь! О, хорош! Отлично! Хер, теперь заройся! А я что ты? А я бью ее, а ей ничего! Да в смысле, я же... Как? А почему ей ничего? Сюда иди! Засрань! Ирден! Собака эта дикая! О! Лупится, 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 лупится! Лупится, падла! Тихо! Аккуратно, Геральт, осторожно! Окей, черви, блин, слышь! А-а-а! Фу, кислотой плевануло! А-а-а! Жесть какая! Вот это же... Ой, фу, она чуть дрожит! Панцирь чудовища взял! Выделение скалопендроморфа, хелицейра скалопендроморфа понабирал! О, это капец! Фу, блин! Это мороз, что ли, скалопендроморфа тут разводил? Я не понял! Или кто... Та, твою, ёптвою! Катай сюда! Скотина! А чё она, слышь? Ладно! Ах ты, пидор! Чё делает? Смотри, чё делает! Не, подожди, Геральт, лучше уйди! Тут лучше, тут лучше, это, запастись здоровьем, потом пойти туда! Иначе будет беда, просто будет бедища! Тихо, аккуратно! Да, хорош там зарываться, разрываться! Я знаю, что это фига опасность, скалопендроморф! Белая вдова даже не меряется со мной из-за того, что я белый волк, она не хочет со мной дружить! Мы ж с тобой оба белые, мы должны, блин, нормально общаться! Хорош, хорош, хорош! Так, тихо, спокойно! О, теперь хер ты зароешься! Да ты ж в Ирдане-то стоишь! Что? Траться раскателось? Ах ты собак! Вот это, когда она так делает, надо сразу откатываться, лучше всего! Значит, нам хана! На, на! А, на панцирь ставил! Ах ты ж, блядь, я не могу попасть по ней! Аккуратно! Да поставь ты защиту, Геральт! Ты чё тут как-то так просрал-то, ну? Фух, мне, короче, снова пришлось пережить бой со скалопендерморфами, с белыми вдовами, мать их так! Повторно, потому что я там забыл записаться, а теперь придётся с той, которая нас-то грохнула! Тихо! Ну я вроде как наловчился, тут главная тактика! Главное, откаты, перекаты, все дела! Ища мои быстро на рули! Вот от этого вот удара легче всего откатиться, потому что ты можешь его быстро предсказать, когда он так сворачивается! Надо сразу, что-то сразу от неё откатываться! Смотри, раз-раз! Хирак-хирак, и на тебе! И в дамках! Вот так вот! Всё просто, глянь! Как дважды два! И разрубали напополам! Фух, вот это жестяк! Но, противники сами по себе вообще опасные довольно-таки! Если разок тебя ударит, то всё, конец! Полшкалы здоровья сразу снимает! Это их не яйца, походу, смотри! Белок яйца гигантского скалопендроморфа-мутанта! Зачем он мне? Хотел бы я знать! Зачем-то взял! Возможно, для дальнейших мутаций мне пригодится, или хер его знает! Ээээ... Хорошо, а здесь чего? Опять в лабораторию я вернулся, считай! Ну, ладно! Хорош! А теперь тогда давай займёмся этими кристаллами! Хм... Этот кристалл отсюда! Все кристаллы на месте! Посмотрим, что там такое! Посмотрим! Что ж, осталось выбрать вход! Откуда я знаю, какой вход выбрать? Вы со своими загадками меня просто заколупаете в этой серии, честно! Я второй вход выбрал! Наблюдение 22-ое! Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки! Полагаю, это также результат мутаций! И так, малый успех! Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды! А-а-а, то есть это типа... Это второй вход, это типа вторая часть этого интервью, его или хер его знаю! Да ну давай первый! Я уже испугался, что опять загадки всякие пойдут! Уж типа не все не включится, если там входы не в правильном порядке выберешь! А с кем он этот опыт и проводил Джером какой-то! Восемнадцатый июля, год 1102-й. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. Пятнадцать лет назад на меня напало чудовище, И жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изыскания и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. А, и потом, типа, он этот яд скалопендроморфа добыл. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Да, это вообще интересно. А что, я тоже могу избавиться от мутации? Так так неинтересно, а как же мои знаки там, я не хочу от них избавляться, ребята. Наблюдение 30-е. Мутации начинают действовать не сразу. Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом. Но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц скалопендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Да, что-то он, короче, их прикинь в террариуме выращивал. Да выращивался, повырастали он. Ты видал, какие капец белые вдовы? И из всех яиц, получается, он готовит эти ингредиенты. Из тех яиц, которые я добыл. Ладно, пошли дальше. Наблюдение 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Что-то ты на профессора похож. Из первой части. Капец, он по поводу сына своего заэкспериментировал до смерти, дебил. И в колбе, скорее всего, его тот сын и стоит. Тут больше никого нету из людей. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делало его еще более не человеком. О, так круто! Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутацию вспять. А вместо этого только усилил их. Тем лучше для меня. Да-да, я об этом подумал. Судя по записям, профессор пытался отменить действия ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Так я-то нашел уже все. Теперь надо разместить белок мутировавшего яйца скалопендроморфа в устройстве профессора Моро и запустить аппарат. А ну-ка, давай-ка попытаемся. Устройство, походу, вот оно и есть. Походу, отсюда. Раздеться и запустить машину профессора Моро? Чё, прикалываешься? Чё за флюорография тут началась? Так, чё-то это стрёмно как-то всё, бляха-муха. До трусов раздеваться или как? Или можно только грудь? Ладно, давай всё снимать. Так и быть. А мечи хоть не... Можно и мечи с собой возьму, а вдруг мне понадобится оттуда выковыривать себе выход? Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Ещё и оружие, блин, наставить. Ну ладно. Давай пока оставим. Ради дела ж. А не просто так. Пора проверить. А на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына? Ой, Геральт, что ты творишь? Ты точно уверен в этом, Геральт? Это ещё не поздно. Капитан Америка, одумайся. Чё ты делаешь? Твою мать! Ты хоть в Халка не превратишься, нет? И? Мутации. Вы открыли систему мутаций. Мутации позволяют развить особые способности, недоступные простым смертным. Чтобы узнать об этом больше, откройте окно персонажа. Да, нифига себе, и чё? Как? Чё? Куда? Нет, это же инвентарь. А где окно персонажа? Я уже, блядь, забыл. Это алхимия. Умение персонажа... Нет, не оно. Или оно? О, это чё такое? Исследование мутаций. Что? Подождите, успокойтесь, дайте почитать. Чтобы успешно завершить исследование мутаций, нужно потратить определенное количество очков умений, а также мутагенов. Хорошо. И? Продвинутые мутации. Выберите одну из продвинутых мутаций. Необходимые мутации. Чтобы развить более сложные мутации, необходимо пройти базовые мутации. Подробнее об этом можно узнать в описании отдельных мутаций. Так, погоди, это чё такое? Усиленные синапсы. Улучшайте исследуя мутации. Каждый этап открывает одну дополнительную ячейку умений. Чтобы открыть, необходимо исследовать мутации 2. Ээээ, ладно, это чё такое? Чувствительность к магии. Знаки могут наносить критический урон. Чем выше мощь знака, тем больше вероятность и размер крита. Сейчас шанс 41%. Нанести дополнительно 207% урона. Противники, убитые критическим ударом знака, взрываются. Нифига себе. Необходимо 2 очка умений. Большой синий мутаген у меня есть. Убийственная контратака. В бою против противников, устойчивых к контратакам, а также против чудовищ ударами, чем наносит на 25% больше урона. Если у вашего противника меньше 20% очков здоровья, контратака переходит в добивающий удар. Фехтование. Ага. Ядовитая кровь. Каждый раз, когда вы получаете урон в бою, атакующий вас противник получает те 1,5% от урона, нанесенного вам за каждое очко вашего уровня интоксикации. Сейчас 1,5% максимальное 150%. Да черт возьми, нифига себе. Каждый смертельный удар расчленяет мечом противника или активирует добивающий удар. Кровавая баня способность. Каждый удар оружием в рукопашной увеличивает атаку на 5% до конца битвы. Бонус обнуляется, когда вы получаете урон. С исключением урона от интоксикации. Пронзающий холод. Знак арт дополнительно накладывает на врага эффект заморозки. Противники, сбитые с ног артом и замороженные, немедленно погибают. Незамороженные получают на 25% урона больше. Вот это жесть. Когда вы достаете магический, уникальный или ведьмачий меч, урон от знака увеличивается на 50% от своих собственного урона. Фехтование знаки. Прилив адреналина. Увеличивает в начале боя на 30 секунд силу атак мечом и мощь знаков на 30% за каждого врага после первого. Так, если врагов 11, бонус составляет 300%. Затем силы атак мечом и мощь знаков снижаются на 10% за каждого врага после первого, не больше 70%. Действует 30 секунд. Вторая жизнь. Когда здоровье снижается до нуля, Геральт на время перестает получать урон и восстанавливает 100% очков здоровья. Эффект проявляется не чаще, чем раз в 180 секунд. А как их, типа, накладывать эти мутации, хер его знает. Они получаются, наверное, если ты, как бы, она у тебя активна, то она у тебя и будет активна, типа, и она, как бы, сама будет использоваться. Видимо. То есть, ты смотри, как еще, получается, к нам добавились мутации здесь. С. Открываешь и улучшаешь. Синапсы. Улучшайте, следуя мутации. Ага, получается, да, если мы улучшим вот эту мутацию и вот эту, то синапсы нам, видимо, откроют еще какие-то окна или хер его знает, что там будет. Жесть, просто жесть. Ладно, я понял. Так, а что ж так выходит, что нам надо 2 очка умений на каждую мутацию, чтобы открыть. То бишь, если я потрачу 2 очка умений на определенную мутацию, то я не смогу ее потратить, эти 2 очка умений, скажем, на прокачку там навыков фехтования или там знаков. Это, конечно, голимовато все на мутации попросирать. Но хотя бы одну надо открыть. Хотя бы вот, наверное, знаки, потому что прикольно, знаками я часто пользуюсь. Да, Моро! Ты нам тут прикольно подогнал. Рецептиков-то. А сколько красок у меня уже, смотри, уже в пору доспехи перекрашивать. Так, возвращаем все на родину. И думаю, что давайте двигаться дальше уже к выходу отсюда. Надо думать, этот человек был здесь не по своей боли. Мне вот интересно, это сын таки этого Мороя или таки нет? То что бы он сына так в колбу запихал? Все, пошли отсюда. Тут нас больше ничего не держит. Я все, что хотел, все я узнал. Ох, опять мы в воде. Задание перемена выполнено. И мы открыли доступ к мутациям. Приколи к мутациям. Все. Геральт теперь будет нормально так мутировать. А, вот смотри, замок баклерский. Тусент. Там закат. Там какая-то непонятная крепость еще. Можно будет туда наведаться. И в следующей серии, наверное, мы пойдем постихоньку к этому вихту пятнистому, который самый редкий вид. Видимо, один и остался только. Не хочется как-то его убивать. Может, с ним удастся как-то договориться по-хорошему. Посмотрим, что у нас еще по пути на карте будет. Может, если по пути будут какие-то еще квесты побочные, мы их захватим. И потом уже пойдем туда. Вот. А пока что оставайтесь с нами. С вами был Морган и Геральт из Ривии. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Геральт, наконец-то, будет нормально так мутировать. Будем собирать ему очки умений на первую мутацию для знаков. Вот. Всем удачи, всем пока-пока.